Всем привет! Сегодня 6 июня, Московская область. С сегодняшнего дня у нас потеплело, сейчас плюс 20. До этого и днём было холодно, и ночью. Каждый день лили дожди. По прогнозу передают несколько дней без дождей. Это теплица стеклянная. Здесь я выращиваю две грядки сладких перцев и посередине грядка с огурцами. Перцы я высевала 15 февраля, высаживала сюда в теплицу 28 апреля. Огурцы я высевала 10 апреля. Прямо здесь, в теплице, в рассадные пакеты. Уже рассады высаживала. Хочу вам показать, что у меня здесь творится. Как видите, я уже все грядки замульчировала скошенной травой. Мульчирую я, когда кашу. И траву я обязательно подвяливаю несколько дней. И сразу укладываю толстым слоем. Свежие я не люблю мульчировать, потому что нужно тонким слоем раскладывать. Если толстым слоем разложить, то нужно обязательно бактериями проливать, чтобы трава не гнила и не горела. Поэтому я вот несколько дней ее подвяливаю, а потом уже раскладываю. Перцы, в принципе, выглядят неплохо. Уже все практически с перчинками. Цветут все. Но в этом году почему-то слабо наращивают зеленую массу перцев. Вроде бы уже такие перчины большие, а куст сам по себе маленький. Зеленой массы мало. Я думаю, что это все-таки связано с холодами, вот этими перепадами температуры. Вот они. Видите, смотрите, какой маленький куст, но уже перчинки висят. Вот уже. Ну, он сам по себе сорт невысокий, но все равно хотелось бы, чтобы зеленой массы было побольше. Вот, видите, перчинки какие. Вот, тоже. А здесь у меня высажен базилик карликовый. Он такой должен шапочкой расти. Посмотрим. Так, и вот здесь у меня огурцы. Я их уже подвязала. Здесь же зеленый лук у меня растет. Салат, мешутка. Смотрите, какие розетки. Наконец-таки я потихоньку его убираю, потому что разрастается очень быстро, и они не успевали есть. Поэтому раздавала уже всем и соседям. Вот такие огурчики. В прошлом году, мы 6 июня, уже ели огурцы. А в этом году вот как-то так. Это огурцы все гибридные, профсемена. Я здесь пасынки убираю в начале, формирую, а потом уже отпускаю. Так тоже, видите, замульчировала все. Скошено травой. Мульчирую для чего? Чтобы, во-первых, меньше поливать, было меньше испарения влаги из почвы, но и чтобы не рос сорняк. Вот видите, у меня теплицы чистые. Я не люблю, когда здесь все в траве. И трава, она сдерживает рост травы, причем очень даже хорошо. Это у меня вот сейчас чисто. Это не потому, что я сейчас снимаю видео, а потому, что у меня так всегда. Вот благодаря скошенной траве. В междуряде у меня дорожки замульчированы. Это щепа древесная. Вот здесь бочка 200-литровая. Не очень красивый вид. Это я сделала уже зеленое удобрение и хочу пролить перцы и огурцы. Подкормить. Вообще я подкормила, я вам уже показывала, это биогумус жидкий. И здесь у меня гуматкалия. И зеленым удобрением. Это все подкормки, которые я сделала после вообще высадки за все время, до сегодняшнего дня. И вот еще хочу зеленым вот этим удобрением подкормить тоже всю эту теплицу. Я делаю так, пол-литра, бывает литр, на одну лейку с водой развожу и проливаю. Огурцы я проливаю не только возле стебля, но и всю грядку, потому что у огурцов такая корневая система. Она расползается по всей грядке и проливаю очень хорошо. Если я поливаю теплицу, а я ее поливала вчера, нет, позавчера, то я проливаю ее очень хорошо. То есть не каждый день там по чуть-чуть слейка хожу, а один раз, но хорошо. Ну вот так. Сегодня, конечно, жарковато. Здесь у меня открыта форточка. Она здесь одна механическая и два автоматических окна. Они открываются днем. Открыта у меня, вот она, дверь купейного типа. Я здесь занавешиваю 17-м спонбондом, ну, чтобы не залетали всякие насекомые, птицы. Вот. И у меня все стены закрыты. Это так, для того, чтобы притенить теплицу. Тоже укромный материал номер 17. Ну, в принципе, весь уход сейчас за теплицей это вот полив и подкормка. Минеральными удобрениями я не пользуюсь. Теперь давайте посмотрим еще одну теплицу. Она тоже стеклянная. Это теплица томатная. Я здесь выращиваю высокорослые томаты. В основном сортовые все. Здесь три грядки. Мульча в междуряде это тоже щепа древесная. А томаты я люблю мульчировать толстым слоем соломы. Лучше всего подходит для мульчи. Ну, мне так кажется. Тоже закрыты укромным материалом номер 17. Здесь уже два механических окна с торцов. Три автоматических и дверь днем открыта. Конечно, были, когда холода, у меня были только открытые механические окна. Соответственно, автоматические они были закрыты, так как было холодно. Но два окна механических всегда были открыты, чтобы не скопливался конденсат. Теплицу мульчирую тоже. Томатную обязательно с такой же целью, как и перечно-огуречную, чтобы не росла трава и меньше испарения влаги. Теплица, как видите, тоже чистая. Сорняков у меня нет. Несколько вопросов меня задавали по поводу не узкие ли у меня проходы в теплице. Вы знаете, может быть, они и узковаты. Но я уже к этому привыкла. Поэтому я здесь тачка не езжу, только прохожу. Лично я в теплице одна хожу. Здесь не ходит много людей. Поэтому мне как бы нормально это для прохода. Тем более томаты я подвязываю, стараюсь их высаживать подальше от бордюра теплицы и подвязывать так, чтобы плеть уходила туда, вовнутрь, ну, ближе к стенке. да, вот, ходить не мешает мне, в принципе, хорошо. Так, задавали еще вопрос, что я закладываю сюда конский навоз, обязательный с осени. Не растет ли сорняк от навоза? Это, конечно, овес. Бывает, прорастает, но, во-первых, я пользуюсь навозом, знаете, перепревшим, двухгодовалым. Но все равно иногда сорняк овес выскакивает. Сейчас даже не знаю посмотреть-то, где он, может, где-то и вылез. Ну, вот. Вот так, точечно, видите, вот он, вот он овес. И он легко вырывается, и все. И травы тоже практически нету. Так, ну что, что томаты? Как видите, все подвязано у меня. Первые кисти, а где-то даже уже и вторые завязались. Вот они, томаты, висят. Первые кисти, в принципе, все уже с помидорами. Вот они, красавчики. Сейчас вам вот сорт. Это кистевой черри. Вот первая кисть завязана. Вот она уже, видите, вторая с помидорами. Ну, третья, четвертая. Может быть, знаете, еще, что благодаря вот этим похолоданиям помидоры не сбрасывают завязи. вот она, смотрите, какая кисть тоже завязывается. Вот, помидоры успевают сейчас завязать все плоды. Вот, смотрите, какие красивые. Это сорт бурлак, у него картофельный тип листа. Он у меня единственный сорт с таким листом в этом году. вот он уже вот первая кисть, вторая, здесь третья. Значит, помидоры я веду в несколько стеблей. В два это минимум, в четыре это максимум. Почему в четыре? Наверное, все-таки это многовато, но бывает, знаете, не успеваю пасынок сорвать, а он уже весь в цветах. Поэтому жалко, не обрываю. ну здесь несколько у меня томатов, которые идут в четыре ствола. В основном это три. Вот, смотрите, какие помидоры хорошие уже завязались. Где у меня еще здесь? Ну, в общем, если пройтись, уже первые кисточки уже все в завязях. Томаты высокие. Каждую, каждый стебель я подвязываю. Вот, допустим, их три. Три веревки завязала, чтобы не сломались стебли. Так, какой у меня сейчас уход за ними? Это, конечно, полив. Ну, вот эти холодные дни я поливала там один раз всего лишь полила. Ну, вот, как и перечную позавчера я поливала. Поливаю я пока вот с такой бочки 200-литровой. Вода нагревается, но это вот последняя бочка с водой я пролью и ее буду отсюда вытаскивать и уже полив будет напрямую из колодца у меня. Пока рассада приживается, я вот с бочки поливаю, а так напрямую со шланга заливаю. Вот здесь у меня, видите, такой хороший был томат, но я полностью сломала верхушку цветами со всем добром, когда подкручивала на вот эту веревку и как раз и пасынки то я все убрала, но вот смотрю, вот пасынки пошли, вот он один и второй пасынок, ну, довольно-таки нормальный, не стала вырывать, жалко пуст, я думаю, от пасынков пойдет и этот сорт у меня останется. Вообще, я высаживаю не по одному растению, у каждого сорта по три, некоторые даже по четыре. Вот так. Смотрите, какие помидорки уже хорошие завязываются. Это черное сердце с носиком от Борисовны. Так, и, значит, я тоже подкармливала и зеленым удобрением, и биогумусом жидким, и гуматом калия. Все, в принципе, у меня подкормки одинаковые, что для томатов, что для перцев, огурцов, где нижний лист сильно лежал уже на земле, я обрываю. Вот видите, здесь был лист, я его убрала. Когда плоды будут постепенно уже окрашиваться, я буду ногу оголять побольше. Вот так выглядит теплица. Сегодня солнце то заходит, то выходит, но, в принципе, деньок хороший. Так, антейнерное выращивание овощей. Так, здесь у меня растут это острые перцы. Смотрите, какой декоративный, красивый перчик. У него черный ствол такой, и цветут, цветет, видите, фиолетовыми такими. Вот они, перчинки уже маленькие, завязались. Вот это три одинаковых сорта. Но, видите, здесь у него стебель черная, но лист сам зеленый. И у этого зеленый. Хотя, это один сорт. Не знаю, тоже острый перец цветет. Это уже другой сорт. Это тоже другой сорт острого перца. Но, знаете, он еще даже не цветет. Я думаю, что у него очень большой срок созревания. Ничего страшного, так как высаживаю в контейнеры, я могу в октябре занести в теплицу, и он уже дойдет до спелости, я надеюсь. Это такой черный лист, тоже красивый перец, не цветет. Контейнеры, вот эти, по-моему, по 16 литров, а вот эти 26 или 24 литра, по 3 штуки. Баклажаны вот так выглядят. Три контейнера, тоже мягких, по два растения в каждом. Цветет. В эти все холодные дни, которые были у нас дождевые, я вот эти контейнеры не заносила в теплицу, они здесь и стояли, потому что уже тяжело таскать, не хотелось бы. Но баклажан весь цветет, я думаю, что уже были бы плоды, если бы ночи, ну и днем было тепло. Выглядит отлично. Я выращиваю так каждый год, смотрите, великолепно, для еды, 6 кустов, на среднюю семью достаточно. Ну, если на консервацию, конечно, нужно сажать побольше, но мы едим просто запекаем на мангале, делаем салат из печеных овощей, этого достаточно. Так, что мне еще вам показать? Значит, остатки перцев я высадила в открытый грунт, ничем не накрывая. Первый раз высадила перцы по 2 штуки в одну лунку. Не знаю, что из этого получится, потому что рассада осталась, куда ее девать, вот пришлось в открытый грунт высадить. Тоже замульчировано скушенной травой все. Я их тоже ничем не накрываю, все они стояли все эти холодные дни в открытом вот так виде в грядке. Это кабачки и цукини, видите, тоже растут очень слабо. Это не мучистая растая, это лист такой по сорту. Вот так они выглядят. Очень медленно нарастают. Вот я смотрю, что они собираются уже цвести, но кабачки в прошлом году мы уже ели. Холодно. Были бы ночи теплые еще, ладно, а то ночью вообще холодры 3 градуса. Где-то в Московской области были даже заморозки, но в нашей стороне не было. Ну и заодно вам еще покажу еще одну вредку вдоль теплицы у меня. Вот она. здесь салаты мешутка, шпинат уже уходит в цвет. Это я высаживала горошек. Вот так у меня уже цветет весь. Красавчик. Петрушка. Видите, сколько травы. Это вот после дождей. И косить сейчас даже невозможно, потому что земля сырая и трава. Очень сильная роса по утрам. А это остатки томатов высокорослов, которые у меня остались. Тоже некуда было деть. Вот я их высадила в открытый грунт. Даже, знаете, не знаю, что это за сорта, но я уже буду смотреть, потому что у меня сорта все очень разные, и ошибиться будет сложно в сорте. нужно нужно просынковать. Поставила уже палочки, буду подвязывать. Тоже цветут в открытом грунте, ничем не накрываю. Единственное, замульчировала тоже скошенной травой. Ну, посмотрим. Здесь у меня уже лук сходит. Это на зелень сеяла. Вот такие две грядки с остатками рассады. В принципе, она мне, конечно, не нужна была бы здесь, но куда одевать. Не выкинешь уже, пришлось высаживать. С запасом высаживаю рассаду, потому что мало ли, что в теплице не приживется, чтобы была замена. Но вот в теплице все прижилось, и остатки остались. Вот высадила в открытый грунт. Смотрите, бархатцы начинают уже распускаться. Смотрите, какая красота. Первый раз такой бархатец красного какого-то, знаете, винного цвета. я не знаю, видно или нет, не фокусируется. Но он винного цвета, прям такой яркий будет. Потом вам покажу. Здесь три сорта у меня, но взошли неплохо. Два сорта было по пять семян, в другом пятнадцать. Вот какие здесь взошли, потом по картинке я вам покажу. Но тоже слабо растут. Они все на бутонах холодно, потому что холодно. Ну вот в принципе все, что хотела вам сегодня показать. Заходите ко мне в телеграм-канал, подписывайтесь, я вас буду там рада видеть. Вот на ютуб-канал подписывайтесь тоже, пишите комментарии. А я вам желаю всего самого хорошего и всем пока. Пока.